Доброе-доброе утро! Сегодня я опять нахожусь в таком настроении, которое делает меня благодарным Богу. Господь что делает с человеческими душами? Он их сокрушает. Господь делает так, чтобы люди воздали Ему благодарность, потому что Господь очень добрый, Он щедрый, Он раздает людям дары, таланты. Но люди почему-то Его не благодарят. Они воздают славу себе в основном. Все талантливые люди считают, что это их достижение. Поэтому в последнее время, о котором многие кричат, только не совсем понимают, в чем оно будет выражаться, Бог рассказывает и показывает, кто Он и кто есть человек. Я 25 лет, Господи. Меня зовут Лилия. Фамилия моя Клинчичук. Живу я в городе Житомире. Это Украина. Родной язык мой, конечно, украинский. Но я выступаю по-русски, чтобы быть понятной многим, большему количеству людей. Английский я еще не успела научить. Может, учусь сейчас в процессе, так сказать. Вернусь к предыдущему своему выступлению. Я говорила о квантовом скачке. И тема спектральный анализ сейчас тесно очень переплетается с квантовым скачком. Ну, хочу отдать должное некоторым ученым, которые не согласны были с Нильсом Бором, хотя я ему, например, благодарна. Потому что, ну, Бог всех любил, видите. Нильс Борс, он очень красиво нарисовал таблицу периодических элементов. Табличка очень разная. Я вот недавно узнала, что я как раз в 89-м заканчивала школу. И эту простую таблицу и заменили немножко более сложной. Таблица Менделеева, да. А у Нильсом Бора была своя табличка, которая четко выражала, что есть семь уровней. Вот там на первой находились только два элемента – водород и гели. Насколько я помню, так. Потом следующий ряд – там кислород, там какие-то еще элементы. И так дальше, дальше, дальше. Семь. Семь рядов, которые в конце расширались. А чем это говорит? Эти уровни четко говорили о том, что каждый, ну, атом имеет семь уровней. То есть электроны находятся, так сказать, доступны на семи этажах. Вот. Ну, у самых простых элементов, как водород, там только один уровень. Да. Вот. Так о чем я хочу сказать? Значит, я немножко ошибаюсь, перепутала в прошлый раз фамилию, потому что спешила войти быстро в эфир. Я назвала Розенфорда, но это был Шрёдингер. Именно Шрёдингер был не согласен с Бором, потому что он придумал волновую, так называемую, кондицию. И Шрёдингер был не согласен с Бором по поводу квантового скачка. У него очень потрясающая фраза. Если нам всё ещё придётся мириться с этими проклятыми квантовыми скачками, я сожалею, что когда-либо имел какое-либо отношение к квантовой теории. Так вот. По порядку. Значит, он... Ещё добавлю. Шрёдингер ненавидел квантовые скачки, ибо они казались ему неестественными и нефизическими. Против квантовых скачков выступал и Альберт Эйнштейн. И он сказал такую интересную фразу. Бог не играет в кости с природой. Дальше. Но учёные всё-таки любили фантазировать, любили драться дальше. И большинство хотели придумать, что такое, чтобы доказать, что всё-таки квантовый скачоквиз. Потому что в 80-е годы человечество научилось ловить и охлаждать один атом с помощью лазера. И начали они исследовать, изучали, изучали. В 86-м году три разные команды учёных сумели зафиксировать в таком отдельном от других атоме. И что они делали? Они начали изучать электроны, переходили условно с одного уровня на второй, поглощая фотон лазерного излучения. А возвращаясь со второго уровня, первый испускал идентичный фотон в случайном направлении. То есть испускал некую флуоресценцию. Вот о чём я говорю. Блеск, отблеск. Да. Отблеск. Знаете, кого назвал Отец Небесный в Библии блеском, отблеском своей славы? Иисуса Христа. Давайте почитаем. Немножко для утверждения. Во второй главе евреям, очень хорошая книжка, кстати, рекомендую. Он сказал. Первое, конечно, там очень всё посвящено Христу. Вот. И Бог, в первой главе, Бог многими частями и многими способами говоривший в древности отцам, пророкам. В конце этих дней говорил нам Сын, которого Он назначил наследником всего, через которого Он и Вселенную создал. Который, будучи блеском Его славы, отпечаткой в Его сущности, в некоторых переводах отблеск, некоторых сияние Его славы. Блеск Его славы. Иисус Христос, Святой Бог. Вот блеск, и Он говорит о свете сейчас. Он говорит о свете. Понимаете? Дальше. Для правильного выбора энергетических уровней это должно было произойти чрезвычайно быстро. Электрон, это ученые в 1986 году изучали, должен оказаться запертым между двумя уровнями. В эксперименте 1986 года электрон в захваченном атоме прыгал между уровнями примерно 100 миллионов раз в секунду. Можете себе представить, о чем ученые фантазируют? Это свет, это явно. Ну, электрон. Ну, представляете, что это происходит? Не может он так прыгать. Где у него энергия такая, чтобы прыгать? Поэтому Шрёдингер был категорически против. Когда он оказался на более стабильном третьем уровне, он газ и распадался. Вот такое они нашли. Потому что вернуться в замкнутую систему первых и вторых уровней он уже не мог. Таким образом, физики смогли получить достаточно прямое доказательство квантового скачка. Так вот, сегодняшняя тема – это спектр. Спектральный анализ. Поговорим о спектре с точки зрения Библии. Когда спектр появился? Ну, в смысле, когда Бог заговорил о радуге? После потопа. Когда он потопил всю землю, оставил только восемь праведных душ. Об этом рассказано про Ноя ещё в седьмой главе, в шестой главе, как он строил, в шестом главе бытия он строил. Потому что люди начали умножаться и увеличить количество зла, греха. Поэтому Бог потопил землю, оставил только Ноя и его семью. Три сына и три невестки, и жену его, Ноя. Вот. И когда он уже остановил дождь, тогда сказал Ноя – выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Дальше выведи всех животных. Ноя построил жертвенник, всесожжение сделал для Бога, и обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своём – не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Вы знаете, что Бог делает на земле? Почему? Надо было Иисус. Потому что, ну, конечно, Бог через Иисуса Христа сделал цивилизацию. Если историки углубятся, так вся цивилизация построилась на честь духовных людей. Все достижения. Вот. И благодаря молитвам. Или у них родословное было правильное. Родители, дедушка с бабушкой были правильными. И так далее. Вот это учёные в основном такие. Так вот. Дальше что произошло? В 9 главе сказал Бог Ноя и сынам его с ним. Вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душой живой, которая с вами, в роды навсегда, я полагаю, радугу вашим, с птицами, с птицами, и со скотами, со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из Ковчега, со всеми животными земными. Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякой душой живой, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мной и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. Я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душой живой во всякой плоти, и не будет более вода потопом на остеблении всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу её, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой и всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякой плоти, которая на земле. Но мы дальше знаем развитие событий. Бог начинает выводить свой народ через Авраама. Авраам, евреи, это переводится перейти. Вы знаете, что евреи, это слово переводится перейти. То есть Бог перевёл еврея Авраама через Ефрат и вывел его в землю, куда направил его поселить. Ну, земля в будущее израильская. Вот. А сейчас мы вернёмся опять к спектральному анализу. Так вот, если был бы скачок, тот квантовый скачок, дорогие мои, то не было бы спектрального анализа. А вот я сейчас постараюсь вам по полочкам это объяснить. Значит, история спектрального анализа. Получается, что тёмные линии на спектральных полосках были замечены давно. А только в 1814 году Йозеф Франгофер установил стабильность положения линий. Всего он насчитал 574 линии. В 1859 году Киргоф и Бунзен после серии экспериментов заключили, каждый химический элемент имеет свой неповторимый линейный спектр. И по спектру небесных светил можно сделать выводы о составе их вещества. С этого момента в науке появился спектральный анализ, мощный метод дистанционного определения химического состава. Так вот, химический спектр. Вот, вы знаете цвета фиолетовый, синий, голубой-зелёный, жёлтый, оранжевый-красный. Так вот, получается, учёные заметили, что всё-таки как бы фиолетовый, это синий-красный, как бы смешение идёт двух полос. Синий-красный. Сколько цветов? Семь. Семь, правильно, цветов? Семь цветов. А сколько в атоме энергетических уровень, орбит для электронов? Тоже семь. Так что есть правда, что электроны – это блестящие шарики, которые дают свет, которые отблеск имеют? Есть, правда? Получается, что когда наводится свет, лазерный луч, электроны начинают блестеть и, оказывается, у них там, наверное, и какая-то есть ещё световая гамма. Значит, я почитаю, что такое спектральный анализ. Это совокупность методов качественного и количественного определения состава объекта, основанное на изучении спектров взаимодействия материи с излучением, включая спектры электромагнитного излучения, акустических волн, распределения по массам энергии элементарных частиц. В зависимости от цели анализа и типовых спектров выделяют несколько методов спектрального анализа – атомный и молекулярный. Спектральный анализ позволяет определять элементарный и молекулярный состав вещества, соответственно, в эмиссионных, ассорбляционных методах состава определяется по спектрам испускания и поглощения. Также масс-спектрометрический анализ осуществляется по спектрам масс атомарных или молекулярных ионов и позволяет определять изотопные составы объекта. То есть учёные в конце концов начали изучать старые объекты и называть возраст. История. Я уже историю немножко рассказала. Йозен Франгофер в 2014 году. И в честь его эти тёмные линии называются Франгоферовой линией. Дальше. Значит, ещё что самое интересное, что как были, благодаря спектральному анализу, найдены новые элементы по логике, по этой структуре, по структуре. Значит, оказывается, в 1868 году Парижская академия наук организовала экспедицию в Индию. Вот. И там они изучали спектр солнечного затмения. И дальше. Сменил спектр поглощения солнечной короны. Значит, все тёмные линии в момент затмения, когда спектр излучения сменил спектр поглощения солнечной короны, стали как бы предсказаны яркими на тёмном фоне. Дальше. Так, благодаря этому спектральному анализу в 1960 году были новые элементы найдены. В 1961 рубидии, потом гелий, талии в 1961. А гелий был открыт сначала на Солнце в 1968 году, а только в 1995 году через 27 лет на Земле. Ну и вот в 1933 году в Ленинградском институте исторической технологии впервые применили спектральный анализ к древним металлическим изделиям. Начали изучать, начали определять древность объектов. Так вот. И тут, конечно, принцип работы меня потрясает. Послушайте, что пишется. Атомы каждого химического элемента имеют строго определенные резонантные частоты. В результате чего именно на этих частотах они изучают или поглощают свет. Тёмные линии появляются, когда электроны, находящиеся на нижних энергетических уровнях атома под воздействием излучения от источника света, до момента поднимаются на более высокий уровень, поглощая при этом световые волны определенной вины. И сразу после этого падают обратно от прежних уровней. О чём? Поднимаются все электроны, потом падают обратно под действием света. Потрясающе. И сразу после этого падают обратно на прежний уровень, изучая волны этой же длины обратно. Но так как это изучение рассеивается равномерно по всей, в общем, категорически с этим согласна. Я говорю, представим себе атом, представим всем энергетических уровней. И они никуда не прыгают, эти электроны. Просто они отдают свет, изучают свет. И этот свет на каждом уровне даёт свой цвет. И от этого возникает спектр. Кристаллы, да, там кристаллы, если через них преломляется луч, тоже там. Ну, в общем, я не физик. Ну, физику в школе любила. Конечно, физику любила, математику, химию. Я это всё любила. Кое-что я знаю. Но, кстати, учиться мне почему-то на эти темы было сложно. Механика была нормальна. А когда это, оно мне в голове не оседало. А сейчас мне нарисовалась вся картина. Но я воздаю Богу славу. Потому что я для этого ничего не делала. Я сегодня проснулась, и мне так картинка раз и нарисовалась. Я вышла в эфир. Ну, я рассуждала вчера. Конечно, читала, анализировала. Многим было не согласна. Но картинка у меня нарисовалась просто. Бог захотел и дал это. Вот. Дальше. Что я хочу сказать. Да, тут подтверждение вот есть. Например, если электронный энергетический уровень три, то, возможно, варианты перехода уже три. Тёмных линий. На спектрограмме тоже три. Понимаете? То есть есть. Есть понятие, сколько уровней, сколько линий и столько уровней. Есть же понимание. Понимаете? И чем больше материала, тем насыщеннее эти тёмные линии. Понимаете? Это тоже от количества зависит. Свет. Свет, он же яркий. Вот такое у меня откровение. Потому что ядро атома в 30 тысяч раз меньше, чем сам атом. Получается, электроны находятся на огромном расстоянии. Они не могут так прыгать. Это безумие. Господи, так говорить. То есть, ну, мы все ленивые, конечно, тоже, между прочим. Вот. Но я сегодня вышла в эфир, потому что, ну так Бог видит, честно говорю, я бы с вами пошла. Я бы начала ломать голову, может, за субботу ждала бы следующий. Начала ломать голову, что-то учить, что-то изучать. Но я вот щеру украинским языком искренне захотела сказать. Потому что Бог что-то делает на Земле. Много чего делает и будет делать. Вот. И Он хочет, чтобы мы прощали. Вы знаете, вот откровение о том, что мы прощали. Почему Он дал людям спектр? Почему Он дал радугу? Ну, я имею ввиду, вот, как знамение своей. Вот некоторые говорят, кстати, между прочим, некоторые говорят, ой, эти геи, эти лесбиянки взяли себе радугу. Они даже не задумывались об этом, может, они Библию не читали. А может, это Бог дал, понимаете, для примирения всем. Понимаете? Не планировал, кстати, об этом говорить. Ну, извините. Всё, что-то мне испортилось. Изображение, наверное, надо заканчивать. Будьте благословенны. До следующих встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...